Приветствую вас. Я думаю, чтобы вам начинать отвечать на ваш вопрос. Нужно затрагивать несколько важных моментов. Первый момент касается той боли, которую вы чувствуете и ощущаете до сих пор, из-за того, что ваш папа жил на две семьи. И это невозможно с одной стороны опереться на него, а с другой стороны прожить более дешево. От того, что вы не можете опереться на него. Здесь, как мне кажется, вы пытаетесь в другом мужчине найти вот эту опору, которую вы не получили. Или защиту от постоянной тревожности, что отец живет на две семьи и так далее. Вот. И не выходит. Это с одной стороны. То есть тут больное место ваше. Боли эту нужно направить, потому что вы это отрицаете. Вы не принимаете этот момент. Вы избегаете его. Вы бежите от него. Бежите от этой боли. Второй момент заключается в том, что такое предательство. Ну, с точки зрения, допустим, вот... Того подхода, который мне близок, я могу сказать, что предательство в отношениях, это... Когда... Когда... У человека... Например, у меня... Есть представление дома, как должен поступать ты. 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 И если ты не поступаешь так, как я считаю, ты должен поступать, значит, ты меня прерван. По большому счету, это же, как вы сами понимаете, попытка построить человека под себя. И это... Ам... 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 Сведение своего внимания в контексте человека. Ам... На то, соответствует ли он мне. Но не на него самого. Знаете, ам... 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 Я... Считаю... Что если у нас, ам... Ам... Есть... Ам... Чувства... К другому. То нас не столько волнует. А... Придаст он нас или нет. Сколько волнует, что мы можем для него сделать. А... Вы ведь пытаетесь здесь обезопасить себя. Ваша ведь... Ам... Идея здесь в том, что... Ам... Вы не можете человеку доверять. Вы не можете... Быть уверены в том, что... Ам... Мужчина, которого вы выберете, будет... Все время с вами. И... Вы пытаетесь его удержать. Ам... Вы пытаетесь все контролировать. Тем самым отталкивая его. Потому что получить шанс на то... Чтобы кто-то провел с вами всю свою жизнь. Ам... Не изменив. Можно только... Будучи готовым опустить и принять. Что кроме меня. У тебя может быть кто-то еще. И вот тогда. Давая человеку свободу. Давая человеку выбор. Решать. С кем ему быть. С вами. Или... С кем-то еще. Вы... Вы получаете шанс. Не гарантию. А шанс на то. Почему? Я буду слышать с вами. Вы же хотите... Вы же здесь хотите получить гарантию. Почему? А вот это хороший вопрос. Мне кажется, что здесь есть трудность... Ну... Вот... Знаете, какая... С одной стороны, вы себе не доверяете. То есть... Ну... Для меня очевидно из вашего небольшого такого коротенького текста, что... А... Вы хотите открыться на другого человека в... В чем-то важном для вас. То есть перенести, переложить ответственность на другого. А я не думаю, что само по себе... Перекладывание ответственности на другого человека является чем-то табуированным. Но... А... На мой взгляд... А... Перекладывать ответственность... А... Это опять же выбор. А у меня такое ощущение, что... Вот у вас есть позиция. Я могу быть с мужчиной только если он меня никогда не изменит. Ну... Мягко говоря, это позиция полностью исключающая вообще... Фигура партнера. Вот. Следующий момент. Это то, как вас задевает предательство. То есть... По факту... Сейчас вы демонстрируете себя как... Не самостоятельный партнер. Не самодостаточный партнер. Потому что... А... Ведь... А... Как это... Сказать... А... Ам... Если представить, что... Вас... А... Произдают... Это вас как негативно... Негативно характеризует. А... И... Получается, что... А... Вы... А... Когда говорите о том, что... Никогда не изменяли... Вы не изменяли не потому, что... Вы не хотели изменять. Хотя, может быть и не хотели. Но вы не изменяли потому... Что... Боялись, что... Изменив и предав своего партнера... Вы подтолкнулись его к тому, что он изменил и предал вас. А... А... Понимаете... Вы... А... А... Сейчас нацелены на такие отношения, где нет... ВЫБОРа... Человека. ВЫ... НЕТ... Свободы выбора... Человека. А вы удивитесь. Если... А... 님... И... Ведь... А... ВЫБОРа... А... ФРМОСПУТ ПОТОМЕТС АУ ВЕРУ. ВЕРУ. от невозможности принять решение, это от отсутствия выбора. И так же как нет, не было отсутствия выбора у ваших родителей, так же нет отсутствия выбора у вас. Понимаете, какая штука? Потому что та концепция отношений, которую вы пытаетесь выстроить, это концепция несвободных жестких контролирующих, доминирующих с вашей стороны отношений. Ну, про какую-либо идиллию, про какую-либо искренность, про близость, про счастье здесь говорить не приходится. Теперь еще два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент касается навязчивой мысли и, во-первых, почему вы решили сказать навязчивую мысль, то есть, что указывает на то, что это навязчивая мысль. Второе, если мысль навязчивая, то это говорит о некой потребности, которую вы как бы игнорируете или сужаете удовлетворение этой потребности до вот какого-то одного, до какой-то одной формы. Но в данном случае до замужества, к примеру. нужно посмотреть, что, какая потребность должна быть в основе и уже с этим разбираться. замужества. Следующее замужество. Я не знаю, замечаете вы или нет, но вы о мужчинах говорите А. Очень обобщенно. Б. Только в контексте средства получения замужества. Остальная проблема здесь в том, что вы обобщаетесь. Полигамия – это не физическое свойство. Это культурологическое, социальное и, ну, в какой-то степени, это природное свойство, потому что так заложено природой. Но на данный момент я бы сказал, что это последнее практически полностью нейтрализовано. А это все-таки в первую очередь социальное и культурологическое свойство. И важно не то, изменить вам кто-то, предаст вам кто-то или нет, это всего лишь означает, что вы с человеком стали разными, и это нормально вы развились. То есть вам еще предстоит проделать определенную работу по принятию того, что, находясь в отношениях, люди могут расставаться, и это нормально, и это скорее нормально, чем не нормально. Когда люди вместе в течение долгого времени, это скорее то самое чудо, которое невозможно, но оно и есть. Ах, вообще-то для людей нормально расставаться. Просто нормально какое-то время быть вместе, а потом расставаться. Просто кто-то, может быть так же, как и вы, отрицает этот факт, и поэтому происходят факты измены и предательства. Это стыд. По большому счету это стыд и страх признать, что какие-то изменения произошли. Важный момент, это то же, что вы обобщаете. Вы обобщаете мужчин, вы обобщая, обобщая, вы теряете возможность каждого конкретного человека, каждую конкретную личность, рассматривать непредвзято. И, вероятно, у вас не получается это делать, потому что вам нужно замужество. Для чего вам нужно замужество? Какую внутреннюю проблему вы пытаетесь решить замужеством? Может быть, тот же самый страх предательства. Вам кажется, если вы выйдете замуж за мужчину идеального, вашей концепции, то вы не будете бояться предательства, и что-то произойдет. По факту, по факту, это же ничего не меняет в вас. И как боялись вы одного, так будете бояться другого. Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Касается того, что удивительное дело, вы задавая такой вопрос, затрагиваете и тему родителей, и тему гендерных отношений, и тему навершивых мыслей, тему страха, тему замужества. И я не думаю, что это случайно. Но при этом вы описываете все, как будто скомканно. Вы описываете все, как будто бы очень коротко, кратко. А с навязчивыми мыслями справляться не нужно. Это ваша уязвимость, которую в кадре необходимо принять. Понимаете? Потому что, когда люди меняются, когда люди расстаются, нам больно. Это абсолютно нормально, что нам больно. Бежать от этого, избегать этого не нужно. Но я председаю факт того, что это ненормально. Как минимум, жить в не совсем реалистичном, я бы сказал, в нереалистичном парадигме. То есть, знаете, когда, как у вас, родители живут в той парадигме, которую вы описываете, то, наверное, эти темы, тема верности, тема, там, не знаю, моногамности и прочее. Наверное, это темы, которые вот очень-очень важны. Наверное. Наверное. Но есть важный момент. Дело в том, что темы, темы-то важны. Вот. А что там в этих темах? Что там важного в этих темах? Вот. Такая вот история. Вот. То, что я могу вам сказать. И боль, которую вы так боитесь, вам не нужно проходить одной. То есть, вы не одна в этой боли. Вам не нужно быть одной. Есть люди, которые вас поддерживают. И на первых порах это вполне себе может быть психолог. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Аху, вам бы нужно выбрать себе психотерапевта для защищенного работы над собой. Удачи!